Привет всем! Меня зовут Надежда Кулакова и сегодня будет домашний влог. Давайте я вам покажу свои покупки. Смотрите, какие они разнообразные. Начну, наверное, с Галамарта. В Галамарте я приобрела вот такие зубные щетки. Очень классные. Покупаю, наверное, уже в третий или в четвертый раз. Там они стоят вполне себе бюджетно. 68 рублей. В других магазинах, по-моему, 90 или около 100. Также в Галамарте я прошлась по витаминам, ну или по БАДам, кто как называет. Вот омегу-3, льняное масло мы пьем с мужем регулярно. Ну и покупать приходится тоже регулярно. Купила сразу 4 упаковки про запас. Каждая из них стоит 119 рублей. Думаю, что вполне бюджетно. Тут 100 капсул. Пьем по 4 капсулы 3 раза в день с едой. Так, дальше магний. Тоже брала в Галамарте. Здесь уже 50 таблеток. Эти таблетки нужно пить 2 раза в день. Тоже во время еды. Полевую кислоту взяла себе. Не помню, сколько стоило. Но тоже недорого. По-моему, рублей 60 или 70. Ага, вот еще. Тоже купила в Галамарте. Иногда, знаете, пиршит в горле. Хочется что-нибудь такое смягчающее. Взяла бобс с дыней и зеленым чаем. Вообще, там стоят копейки. Очень недорого. Так, еще Галамарт. Это перчатки. 10 штук. И еще я купила батарейки для того, чтобы поменять севшие батарейки в моих кухонных весах. Вы знаете, что я считаю калории, взвешиваю еду. И поэтому мне нужны были батарейки. А вот еще что взяла в Галамарте. Это набор наколенников. Тут 2 штучки. Если вы давно на меня подписаны, вы знаете, что у меня есть травма колена. И я занимаюсь спортом в наколеннике. Вот взяла на замену моего старого, который уже просто никакой. Я уже их достала, потому что занималась. Но они выглядят точно так же, как на картинке. Воняют жутко. Их нужно проветривать, стирать, а потом уже пользоваться. Следующая покупка – это шампунь. Вот тут даже ценник остался. Купила я его в местном магазине. Если вы из Ижавска, вы знаете такую серию магазинов «Максимум». Знаете, такой шампунь продается вообще везде. Я на Азоне видела. Но на Азоне, к сожалению, стоит подороже. По-моему, 280. В третий или в четвертый раз покупаю этот шампунь. Очень нравится. Также у меня есть бальзам из этой серии. Бальзам, как всегда, заканчивается медленнее, чем шампунь. Итак, у нас остались покупки из фамилии, из зоомагазина. И тут еще посылочка с Алиэкспресса. Тоже распакую, покажу. Эти марципановые палочки я вам уже показывала. Опять их нашла. Не смогла уйти. Обожаю. Они нереально вкусные. Но как же жалко, что там их всего 4 штучки. Это мало за такую-то цену. Также приобрела в фамилии вот такой дневной крем. У этой фирмы я уже брала крем. Тоже вот в таком же формате. Тоже стоил 400 рублей. Только тогда был в розовой упаковке. И он был осветляющий. Предыдущий крем мне очень понравился. Он действительно осветлял кожу. А также выравнивал тон. И еще очень хорошо питал кожу. Надеюсь, что вот этот меня не разочарует. Тут написано, что он увлажняющий. Так. Ну тут видите, да? Я опять не сдержалась. Я опять купила игрушку. Но помните, в прошлом домашнем влоге я вам показала ракету. Ну, елочную игрушку. Решу, с кем хочешь доставаться. Керамическую ракету показывала. И в компанию к ней я приобрела вот такую планету. По-моему, они будут смотреться вместе очень круто. Я не удержалась, увидела скидку, думаю, ну ладно, ты меня дождалась, я ее забираю. А раньше, смотрите, сколько стоило. 330. А я купила за 259. Ну там еще была небольшая скидочка, потому что у меня была карта фамилии. По-моему, 5% еще скинули с этой цены. Выглядит очень красиво. Если вы смотрите мои обзоры на втором канале, вы эту планету уже видели. И знаете, что там еще фамилия есть такая же, только красная. И последняя покупка из фамилии тоже от этой же фирмы. Это мицеллярная вода. Покупаю впервые. Не знаю, хорошая, не хорошая. Потом расскажу, если не забуду. Стоит 299. Ну, надеюсь, что понравится. Мне понравился формат, размер. У меня, к сожалению, очень мало места в тумбочке в ванной. Поэтому вот такая небольшая бутылочка поместится хорошо. А вот и покупка для нашего кота. Он очень скучает по траве. И мы решили ему посадить ее. Мы обычно покупали готовую. Но, к сожалению, на этот раз ее не было. Поэтому мне продавец предложил, а посадите сами, а вырастите. Вот тут грунт. Здесь семечки. Сказали, что за 10 дней вырастет. Ну, посмотрим. Наверное, посажу прямо в этом молоточке. И кот будет потом есть ростки. Ну, и, наконец, мы с вами добрались до распаковки. Тут у меня кое-что интересное. Хотя вот уже даже по силуэту можно догадаться, что здесь обувь. Давайте распаковывать и посмотрим. А в посылке вот такая прелесть. Тапочки. Причем, смотрите, какие милые. Они прям как будто из барашка сделаны. Конечно же, это искусственная, не настоящая шерсть. Да и не шерсть, это синтетика. Еще и сочетаются между собой классно. Конечно же, ссылку оставлю вам внизу в описании. Заглядывайте. Может быть, тоже захотите заказать. Боже мой, я даже словами не могу передать, насколько они мягкие и приятные. Все, в них можно жить. Ой, они еще связанные. Мне очень нравится, что подошва резиновая, толстенькая. Ой, вообще, я довольна. И стоили вполне недорого. Расцветки там были разные. По-моему, были еще желтые, коричневые, розовые. Ну, я выбрала такие нейтральные. Это Артему, это мне. Я переместилась в ванную комнату и хочу вам показать еще, какая тут интересная упаковка у этого крема. Смотрите, интересно, да, выглядит? И вот такой вот тюбик. Ой, в прошлый раз по-другому чуть-чуть выглядело. Не было вот этой штучки. Очень люблю с дозаторами. Так намного удобнее. А вот мой предыдущий крем. Тоже эта фирма, как и говорила, в розовой упаковке. Тут уже вот такой колпачок был. Видимо, поменяли стиль, поменяли дизайн. Этот почти закончился, поэтому я уже решила на смену взять новый. Так, еще осталось перелить шампунь в баночку. Я не люблю вот такие покупные банки. Всегда переливаю в свои емкости, которые меня не раздражают и которые доставляют эстетическое удовольствие. Но сейчас покажу. Вдруг вы еще не видели. И вот так выглядят мои баночки для средств по уходу за собой. Вот здесь кондиционер, здесь гель для душа и шампунь. Как видите, вот уже прямо на дне мне бы даже не хватило один раз голову помыть. Нужно пополнять запасы. И теперь ставим на место полную баночку. Ну что, очередная распаковка. Я вернулась из магазина, была в нескольких из них, так что давайте смотреть. Если вы смотрели мой предыдущий обзор на покупки, вы узнаете этот домик. Да, я купила второй, нашла фамилии точно такой же. Это Светильник. Я из таких домиков хочу сделать себе рождественскую, ну новогоднюю деревню. Так что вот собираю их. А, я его купила не одного. Также фамилии я нашла еще вот такого малыша. Знаете, я хотела сделать себе абсолютно белую деревушку, но когда увидела вот этот красненький домик, еще рядом с этим поставила. Ну по-моему вообще очень круто смотрится. И тем более он был еще со скидкой 259 рублей. Да, кот, привет. А этот стоит 650. Но все равно была небольшая скидка, потому что в будни фамилии действует скидка 5%. Это со вторника по пятницу, а в понедельник 7%. Так, там же я купила еще вот такой рис. Конечно, такой рис именно для суши можно купить в любом магазине. Но тут я думаю, ладно, за компанию уж увидела его, решила взять. Ну планируем скоро готовить вместе с друзьями роллы. Что, ты хочешь рис? Вот поэтому я купила именно такой специальный рис. Здесь обычный рис для роллов и суши не подойдет. Так, там же в фамилии я приобрела еще вот такие носки. Стоили они 250 рублей за две пары. Их я положу в адвент календарь мужу. Он, я уверена, вот этот обзор смотреть не будет, так что для него это сюрприз. Ну смотрите, какие смешные. Тут еноты, а тут бокальчики с пивом. Ну, надеюсь, что ему понравится. Я уже совсем-совсем скоро буду делать адвент календарь. Сниму, как я это буду делать. Ну а то, что будет находиться в самом календаре, то есть во всех пакетиках, а их будет 31, вы сможете увидеть у меня в инстаграме. Я там ежедневно в сториз буду с мужем доставать подарки. Так что обязательно подпишитесь. Ссылку на инстаграм я оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также для роллов я нашла в фамилии пасту васаби. Стоила она 79 рублей. Я знаю, что васаби тоже можно приобрести во многих магазинах. Обычно продается в виде порошка, можно разводить водой. А тут, я так понимаю, уже готовая паста. Ой, все-то тебе интересно. Так, и еще в фамилии. Купила вот такую зубную щетку. Никогда еще не покупала именно такую. Ну, надеюсь, что понравится. Это мне. Стоила 69. Я сегодня еще была в Ашане. И смотрите, что я там нашла. Вы когда-нибудь видите Бон Пари со вкусом Глинтвейна? Я никогда не видела. Решила взять. Стоила, по-моему, рублей 30. 29. Ну, ладно, 30. Кот. Ну, ты что? Так вот, их я, скорее всего, тоже положу в адвент календарь. У меня уже целый огромный пакет со сладостями, всякими штуками для календаря. Может быть, я уже купила даже больше 31 подарка. Ну, ладно, что останется, сама съем. Так, еще кое-что в подарок. Вот такой киндер я нашла. Ну, по-моему, тоже миленько будет смотреться. И туда же, также в календарь пойдет вот этот дедушка. Я это все по секрету показываю. Мужа сейчас дома нет. Быстро-быстро демонстрирую. А, вот еще, что я фамилию себе купила. Это хайлайтеры. Никогда не покупала кремовые. Вообще, хайлайтер для меня это открытие, по-моему, только прошлого года. Я до этого не пользовалась. И вообще не видела в них смысла. А теперь поняла, что они делают макияж очень классным. Ну, что ж, попробую. Надеюсь, что мне понравится. Стоил он 150 рублей. И последняя покупка. Это марципан. Я такой вот уже покупала фамилию. Очень сильно понравился. И, смотрите, я нашла вот два разных вида в Ашане. И стоят они там дешевле. То есть, фамилия 99 отдавала за каждый. А тут 70 рублей. Выгода приличная. Марципан действительно вкусный. Правда, тут есть немножко алкоголя. Но, знаете, алкоголь не противный. То есть, ешь с удовольствием. Никаких там кислых, горьких вкусов нет. Очень вкусный. Так, все. Да, все показала. Ну, что ж, на этом сегодня все. Очень надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам большое за внимание. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии. До новых встреч!